Ууу, это Тигр 2. Еще один немецкий танк. Если бы меня попросили назвать самый страшный танк, это был бы Тигр 2. Тяжелый немецкий танк, настоящий монстр. Тяжеленный, мощный, неподбиваемый. Абрамс против Леклерка. Получается, Америка против Франции? Привет, народ! Сегодня у нас новое видео по War Thunder. Я очень рад снимать реакты на такие игры. Погнали! Похоже на М-113 с ракетной установкой наверху. Экипаж из 4-х человек. Просто худшая хрень, которая может попасть в вас. Джавелин или РПГ. Попадали ли по мне из такого? Нет. Видел ли я парней, по которым попадали? Да. Этот танк весит около 68 или 70 тонн. Он может развивать скорость, думаю, около 50 км в час. Современные подобные 70-тонные полностью груженные машины могут разгоняться до 80 км в час и даже до сотни с неполным обвесом. И это показатели разницы технологий во времени. Наши машины сильно отличаются. На башне расположены дополнительные секции гусениц, небольшой люк для наводчика, отличная детализация, с правой части трос, еще секции гусеницы с правой стороны. Ууу, в дело пошли большие парни. Попадание! Это очень хорошая техника, вроде бы французская. Похоже на Леклерк. Видно явное сходство у пушки и тепловизора с нашим оборудованием на Абрамсе. Это круто. Мне нравится, как показана броня на Леклерке. У него 120-миллиметровая пушка, здоровое танковое орудие. Заряжает сразу два снаряда в автозагрузчик и еще 18 снарядов в боеукладке. Очень хорошая техника. Оу, вау! Этой штуке нужно много времени для зарядки. Пытается укрыться за скалами. Кого-то уже подбили. Вон он, на вершине! Огонь! Стреляй! Но ничего. Если бы по мне вели подобный огонь, я бы постоянно поворачивал влево-вправо. Тигр-1. Тяжелый немецкий танк. Настоящий монстр. Тяжеленный, мощный, неподбиваемый. Этот танк пугал всех во Второй мировой. Если вы смотрели фильм «Ярость», то можете помнить, как они сражались с таким. И как сказал персонаж Брэда Питта, стреляй ему в зад, где броня тоньше! Охренительный момент. Максимальная скорость этой штуки, я бы сказал, около 60 километров в час. Неплохо для того времени. Надо понимать, что в ту эпоху танки были очень тяжелыми. Перед нами легкий танк. Я бы на его месте постоянно двигался и стрелял. Давайте посмотрим. Объезжает его и стреляет в зад. Бум! И никакого урона! Ууу! Это «Тигр-2». Еще один немецкий танк. Если бы меня попросили назвать самый страшный танк, это был бы «Тигр-2». Небольшой победный танец. Ууу! Идет насквозь. Единственное, что важно, это не задевать препятствия дулом. Когда вы так едете, нужно приподнять пушку немного, чтобы не задевать все подряд. Что там произошло? Сброс напалма? Попал? Это Абрамс? Его не так просто пробить из-за наклонной брони. Попадание в переднюю часть. Похоже, Абрамс обездвижил его. Я болею за Леклерк, но, как я уже говорил, Абрамс – король поля боя. Абрамс против Леклерка. Получается, Америка против Франции? Еще один выстрел в правую часть. Там расположен стрелок и топливный бак. Мне очень нравится показ того, как снаряд попадает в танк и урон от него. Когда бы я не играл в эту игру, постоянно думаю, я попал в водителя. Да, я попал в заряжающего. Я обездвижил их, я победил. То, как заряжающий заряжает новость на… Это дым? Окей. Город? Мне нравится. Мы были уничтожены. Боже мой. Там кто-то подъезжает. Это тиммейт? Похоже, кто-то попал по нам ракетой. Убирайся оттуда. Видно, что этот танк движется медленно. Он подбит. Мне нравится интерфейс танка с видимым уроном. Если бы такой был в наших танках. Что бы показывал, какие системы в критическом состоянии. Небольшой экран, который бы показывал урон тут, урон там. Но такое реально только в играх. И мы снова в этой штуке. Полное безумие видеть, как снаряд попадает и рассеивается внутри машины. В зависимости от типа снаряда, распространение урона внутри танка будет разным. В то время было множество разных танков. От максимально легких до таких, от которых отскакивали буквально все снаряды. Они имели, разумеется, тяжелую броню. Это была эра инноваций. Сначала первая мировая, сразу за ней вторая. Осматривается. Противник? Мы под огнем. Мне показалось, или он выстрелил, когда уже горел. Это круто. Итак, теперь у нас более современная техника. Справа карта, на которой мы сражаемся. Окей. Мы летим на всех парах к точке Чарли. До нее осталось еще полкилометра. Точка Чарли уже тут, прямо за углом. Оу, что это там? Цель? Ох, рикошет. Да, проблема такой скошенной брони в частых рикошетах. Сначала броню делали так, чтобы она останавливала снаряд. А потом стали делать ее под углом. Из-за этого снаряду проще отскочить от нее. Что и произошло с этим выстрелом. Современные танки, основные боевые машины, имеют подобную скошенную броню. Когда снаряд попадает, он отскакивает. Умное изобретение. Похоже, что большинство членов экипажа ранены. Вот они подсвечены желтым. Да, похоже, что в них не стреляют. Они подбили его. Подбили. Отлично. Попадание? В нас попали? Какой урон мы нанесли? Покажите. Да. Интересно, что за ракеты они используют. Шум, издаваемый турелью, очень реалистичен. Мне нравится. Маленькая машина напоминает мне М-113 с ракетной установкой. Одно попадание и все, что угодно, будет выведено из строя. Только вот на такой машине нужно быть далеко от противника. Она не предназначена для боя на короткой дистанции. Противник пытался спрятаться, но мы нашли его и уничтожили. Прямо внутрь выстрелил двумя ракетами. Он такой, ага, прячешься, стреляешь из-под тишка, бум, получай. Но этого маловато. Давай еще одну. Это жестко и интересно. Очень круто. Похоже, что он отошел для перезарядки. Заряжает новые ракеты. Там движение. И ракеты как раз зарядились, судя по интерфейсу. Сделай его, давай. Он сделал его. Это турель? Верх турели? Верхушка его машины виднеется из-за куста. Еще один. Посмотрите на это. Уже поздно. Они такие, не, мы попали первыми. Пытаемся отъехать. О-о-оу-оу. Пытается подчиниться и перезарядиться одновременно. Надеюсь, вы сможете снова запустить в него пару ракет. Э-э-э... Вражеский пулемет попадает по ним. Пытается подчиниться. Давай. Упавшее дерево немного помогает им. Не думаю, что противник точно знает, где они. Они вынуждены стрелять навскидку. Итак, похоже, мы снова в деле. Огонь. Попадание. Вар Тандер. Я восхищен техникой в этой игре. Тем, как реалистично она выглядит. Все эти детали, включая гусеницы по бокам башни, тросы. Тот же Леклерк. В нем столько мелочей, что легко идентифицировать машину. Эй, это же такой-то танк. Это танк противника. Это дружеский. Мне это очень понравилось. Я говорил, что уже играл в нее. Огромное спасибо Гомолоджи за то, что зовете оценить и посмотреть на такие игры. Подписывайтесь на Гомолоджи Рус. А меня можно найти в Инстаграме. До новых встреч. Сегодня я посмотрю на вод... Черт, начинаю заговариваться. Когда танк повреждают, в нем нет кнопки перезапуска. Если вы получили урон или остались без боеприпасов, на этом все. Это реалистично, как по мне. Мне очень нравится.